если вы не хотите смотреть все наши рассуждения целиком приходите на этот канал через пару дней здесь будет мини ролик короче на версия нашего глобального обзора и не забудьте поставить лайк мы приветствуем вас господа на канале не детские забавы и сегодня у нас такой финал можно так назвать в футболе самое круто это смотреть финал лиги чемпионов то есть и весь год ждешь там там на крутишь команды сражается а еще есть также кубок уефа то есть да ну как бы уже не лига чемпионов но в принципе тоже интересно то есть во первых слетая с лиги туда как бы команды я вот назвал бы сегодняшний наш так обзор кубком уефа то есть если вот по футбольному я бы назвал это кубком десятого тенге ну по сравнению как бы с этими так сказать ценами совершенно милитарными но тем не менее в этом их плюс потому что за такую недорогую цену в принципе предоставляется довольно себе хороший продукт как показали данные представители вы можете у нас на канале оценить все эти ролики в первом ролике где мы обозревали такие себе дешевочки победил embassy club в лидеры были embassy club и как раз таки баллс но мы не взяли так как он все-таки более так сказать популярный чем он бы 70 достаточно неизвестный из глен форест на который ставили ставки определенные который очень их не оправдал абсолютно скотч-терьер который в принципе тоже не очень ну да ну да так что embassy club первый победитель второй победитель дешевых обзоров fox and dogs против него сражался зерновой российский карт-бланш карт-бланш но мы не хотели в принципе его брать в это просто нас попросили сравнить с ним а вообще для контраста с ним бился макгрегор как ни странно макгрегор проиграл ему в одну калитку но да то есть вот именно fox dogs было что такое интересное гораздо интереснее чем клан макгрегор макгрегор вообще меня разочаровал если честно после того случая в общем fox and dogs здорово победить ожидание реальность как бы в данном случае относительно макгрегора абсолютно не совпали 3 так сказать не победитель но вполне достойный так сказать российский опять таки представитель на сигарс баррел скотч виски слегка проиграл четвертому представителю хэнги беннистер в принципе я не думал что мы его возьмем ну ты как настоял давай его возьмем интересный вопрос было два шотландца во вторых как бы все-таки он вполне себе тоже интересный хорош будет еще один так сказать как контрастный более популярный представитель ну да да конечно не андредог так скажем но все равно в принципе не особо популярен и известен о них мы сейчас вам рассказывать не буду заходить на наши предыдущие ролики там уже все это и за подробно какого-то подробно каком-то информации тупо них ну на плюс-минус когда средний ценник у чего-то у нас не по всем а вот сколько плюс минус 500 600 рублей скажем так это да то есть он стоит если температуру по больнице до 550 рублей 550 рублей но чтобы понимали что насколько это дешевые представители виски и еще раз обозначая здесь два шотландца и два наших отечественных российских паренька могу назвать акционную цену давай 430 тоже в районе 400 рублей 370 что ли что-то ну и соответственно за 05 если брать акционную цену то порядка 600 650 рублей что ж начнем как всегда слепое честное тестирование 4 критерия основные для нас ну это два конечно но и два таких тоже интересно цвет продукта значит маслянистость аромат ну четвертое естественно самое такое интересное для нас на всех я думаю это вкус и послевкусие ну давай скажем все первых двух ну давай давай конечно не спорю ну и при этом в принципе я вижу что они плюс-минус одинаково ну да и честно мне хотелось бы все-таки маслянистость это все-таки интереснее вам цвет там как не но мы можем до себя это сделать это господа в принципе могут пройти посмотреть хорошо ну давай все-таки еще раз обговорим как мы наверное вот предвзято наше мнение на кого ты делаешь ставки все-таки я хотел бы и думаю что эмбасси клап займет лидирующее место в нашем сражении потому что на него я так сказать глаз положил давно и он изначально сразу понравился и как бы не огорчал пока что ну я тоже считаю что это весьма достойный представитель за свои деньги это прямо очень хороший представитель я считаю но при этом не интересно было бы вот мне еще в прошлый раз просто зашел хэнки беннистер на самом деле по сравнению с тем что мы пили в прошлый раз поэтому я бы еще бы на него такую ставочку моя думаю сделал бы за кадром было посмотрено по местам 1 2 4 3 ну 4 и 2 примерно что-то одинаковое представитель номер один аромат мало скажем так насыщенный немножко отдающий какими-то гниловатыми темами темами но тем не менее абсолютно не вызывающие отвращения то есть такой не свежий аромат да нет это не свежий аромат это безусловно тут нет никаких фруктов старое землистого денистое дерево ну такой знаешь больше такой какой-то возможно аптекарский такой что-то землист деревянное возможно такое гниловатое дерево старое такое что-то такое то есть сладких каких-то ванильных ли фруктовый сладость есть но сладость именно такая однозначно не фруктовая абсолютно не кстати начнем с нашей любимой спиртозности спиртозности вот именно очень такой приятный сглаженный аромат во первых спиртозности практически нет во вторых значит такая легкая сладость она не сколько не приторная она вот такая легкая какая-то опять-таки можно сказать это такой легкий цитрус я вам даже сказал вот именно свежий цитрус ну очень этот ненасыщенный цедра ты имеешь сладкий цитрус или да нет скорее скорее этот не цедра именно цитрус вот это потом гнильца вот именно в аромате какая-то вот ну да да как это древесная она вот именно не не яблоко бывает же такое яблочко например которая или грушу такая вот то есть а здесь да вот такой вот землянистый да тут именно может даже не земля не навоз конечно вы перегнули на перегнать ну так то весьма приятным сглаженный аромат может не столь насыщенный как хотелось бы но при этом очень даже вроде ничего так и представитель номер два в принципе чуть свежее чем первый чуть слаще менее насыщенный такой больше уже чуть-чуть фруктов каких-то присутствует уже нету такой вот гниловатой какой-то темы меньше возможно даже дерево ну и как-то так вот все к твоему этому в принципе я с тобой согласен в целом но хочу добавить есть такая йодовость легкая яду все это не почувствовал возможно из-за того что он очень тонкий да не сказать что сильно насыщенная но она есть нет я не могу ее отметить прям так то есть мне сложно отмечать что-то такое что прям приходится додумывать очень тонко возможно где-то есть не настолько толка не вот и вообще довольно таки тоже такое слабенький аромат на самом деле абсолютно не сильно выражен ну представить номер три на давай уже такой более насыщенное дерево более скажем так ванильные возможно что дерево на более молодое как присутствует коричневые темы сладости есть но сладость уже такая как сказать тоже не фруктовая но легкая такая возможно карамельная какая-то сладость однозначно дерево однозначно дерево это первое что вот именно вообще дерево да не затхлая такое прямо бочечка я бы сказал причем весьма бодренькая такая то есть явно не сказать что давай там вторяк может даже третий прогон сладость какая-то ваще мне кажется такая больше кондитерская что-то такое слегка ванильная что ли ванильная карамель ваниль какая-то карамель не фруктовая карамелька знаешь опять-таки не стоит истерика это как какой-то ирис что ли вот ирис ирис кис-кис советский или какая-то современный тофе какой-то меня не советская рисочка возможно что-то такое есть такой знаешь но она тоже такой сказать конфетное вот именно я беру возможно даже не именно не кондитерская вот именно конфетная какая-то галерия обзор это кондитерскими вещами помпом нет кондитерская значит булочка когда вы пирога тоже кондитер такая корица там вот что-то такая ваниль может быть что-то какая сладость именно вот сдобная что не знаю такая как бы что-то что-то делают кондитеры ну да поэтому ну вот этот аромат тоже весьма был интересен и кстати поинтереснее насыщен то есть можно покопаться да он уже искать более насыщенный не такой тонкий как первые два на там больше если додумки то здесь именно конкретно можно что-то представитель 4 аромат более чуть-чуть насыщенный есть четкие фруктовые четкие даже яблочные бы назвал ароматы но также присутствует какая-то легкая бражно-зерновая тема вот в принципе все вот это три основные составляющие особо деревяшки не чувствую особо никаких таких ванильно-коричневых вещей тоже нет изначально более спиртозен причем как бы да да есть такой что он из них всех более спиртозен возможно из-за его насыщенности и спирта больше есть зерновая такая фишка ощущается совершенно точно есть какая-то поражена зерновая тема вот эту знаешь при этом есть именно бражная тема что такое вот именно мы же как вот назвали это сидром то есть как такой бражный яблочный рассказал зерновая основа и что такое кисло-сладкое вот именно в плане яблоко такое подбродившие яблоко но не сладкая конкретно вот именно кисло-сладкая легкая дымность дымность да вот попробуй она причем в начале именно сам какой-то момент оказывает и резко уходит то есть чуть-чуть и все ушло возможно ты его спиртуозность так интерпретируешь может быть может быть может быть потому что вот именно наравне со спиртуозностью начали вот что-то такое легко дымные прям четкого дыма не ничего там не чувствую возможно что то есть но это такое себе это опять таки в плане таких уже нюансов которые фиг узнает есть они там или нет ну легкое совсем но вроде есть так расставим приоритеты знаешь во первых тут все-таки опять таки когда у напитка не выражен аромат ну блин сложно вообще что-то там особо четко уловить да как бы вроде как что-то пытаешься но при этом уверенности особой нету потому что только твои надумки только какие-то там непонятно размазанные впечатления поэтому вот как-то все-таки на первом месте по аромату мне больше зашел на 3 на втором 4 ну и я вот ребята номер один номер два поставил вообще наравне как бы сложно еще что-то там четко выделить они как-то вот ну одинаково как-то так соглашусь с тобой по поводу лидера на 3 безусловно по аромату мне понравился больше всех из-за его такой насыщенности возможно таких вот вещей представитель номер 4 наверно все-таки проигрывает не из-за спиртовность из спиртозности из-за этого легкого зерна потому что как-то не знаю не очень люблю вот эту зерновую составляющую потому кого и четко сны то есть не сбалансирован получился да 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 представитель номер два это будет третье место потому что представитель номер один выпадает на второе так как он мне чуть более ближе именно профилю уж то есть это вот запуск какая-то как-то мне это больше интересно возможно только сегодня жалко что он не так хорошо выражен согласен так бы наверное если был бы он были насыщенным было бы интереснее разогласен то есть наши представители ты так все запутанно сказал я теперь озвучу ответ скажешь мне правильно неправильно для себя то есть от себя третье это первое вторым является для тебя номер один третьем номер два и четвертом номер четыре то есть ты так с разных подходил но и будем потихоньку подбираться к вкусу дошли до финала мы дошли до вкуса и не будем томить прошу вас весьма интересный напиток я начнил с этого ну во-первых практически не спиртозен то есть абсолютно мягок то есть и язык не щипет и заходит очень мягенько так прямо мягенько мягенько отлично такой знаешь вот он во вкусе опять-таки начал играть со своей гнильцы вот это вот и вот эта гнильца она тоже как-то вот интересно во вкусе ушла именно какую-то затхлость какой-то вот и затхлась опять-таки не фруктовая нифига но потом раскрылась такой приятной сладостью вот именно я до сих пор пытаюсь разобраться что это за сладость такая ведь это опять-таки здесь вообще что-то каких-то фруктов сложно подчеркнуть как бы не сказать что много каких-то вот фруктовых тем это что-то такое даже медовое что ли вот я не знаю цветочный медовая какая-то тема пошла вот у меня что ли вот я вот пытаюсь понять но и опять-таки это нисколько не вот кондитерская тема то есть это тоже не могу сказать что какая-то конфеточка там шоколадка не отдает вот что-то такое вот больше меня как-то вот стороны меда тянет ну явно цветок такого приятный какой-то вот я не знаю не понимаю что это такое но после вкусе весьма приятный и причем весьма длительно держится у меня слегка другие так сказать тезисы по отношению к этому напитку согласен насчет спиртуозности практически никакой проходит очень приятно то есть никакого отвращения плюс во рту можно держать в принципе бесконечно я держал секунд десять и не почувствовал никакого дискомфорта дальше кисловатой сразу какая-то назвал это гнельцо это понимаю но я не могу сказать что нельзя это скорее что-то кисловатое такое но дальше переходят кисловатая рецепторы на языке точнее возможно раздражаются на языке не и раздражаются еще от кислый вкус сложно сказать с чем ее можно интерпретировать именно эту кислоту кефир как ты говорил в прошлый раз не молочная тема больше тут больше какая-то тема как раз таки деревянная такая знаешь кислый дерево жопка в этом моя что я пришла на ум где давно не ел муравьев давно не ел жопку муравьев ну в общем в принципе приятно дальше вот идет хорошее дерево легкий возможно прям дымочек проходит сладость не знаю если только какой-то пережаренный сахар но это уже не сладость а уже такая больше горечь слегка такая но в принципе не отвратная горечь а такая себе ну такой вот как ты описываешь фруктовой сладости я особо не ощутил не фруктовая вот именно медовая какая-то медовая цветочная сладость не ощутил она даже и причем мед такой непритронный какой то бывает например мед гречичный горечь какую-то притронность вообще вот например бывает цветок какой-то там вот ну доник например там вот зацвел еще что-то вот этот цветок он такой вот более легким более узнаешь вот легче гораздо мне кажется по восприятию вкусовом ну как то вот так вот сейчас он сыграл нас маленько по разному да интересно тем не менее причем дымности я что-то как-то этот совсем легкий он прям такой прошелся давай ты скажи он понравился да и мне понравился хоть и по разному понравился да тем не менее очень даже понравился так сказать давайте приступим ко второму представителю разрешили конечно не вопрос гораздо более простой напиток чем первый очень такой легкий то есть он и проходит очень легко и на языке и абсолютно не спиртозный ну какой-то водянистый что ли были напиток нет в нем какой-то такой фишечки вкус даже сложно как-то описать но какой-то нейтральный достаточно для виски потому что обычно уходят в какую-то сторону это какой-то такой как будто там был кусочек льда он растаял согрелся и ты это выпил потому что ну как теплый теплый напиток единственное после вкуса есть какой-то не знаю сложно сказать как это коричневый возможно после вкуса такой тоже легкая такой но долго легкая но долго какой даже кофейный что-ли маленьком возможно что такое тоже очень легкий кофе значит такой нет никто как я люблю такой за тоже надо очень сильно разбавлены воды ну я бы зашло сказал бы так что это да я с тобой согласен плане того что напиток весьма прост то есть как бы здесь многогранности особо нет он во первых очень мягкий тоже очень никакой спиртуозности очень мягко заходит и вот его мягкость не даже как-то не очень даже понравился лишь я бы не сказал что он прямо знаешь он заходит как спирт с водой слишком пролетает возможно и тут химозность уединиться не зашел на мой взгляд он как-то знаешь переподслащён что ли слишком много сладости у него то есть это единственный вкус которая в принципе ощутил и сладость вот именно какая-то сахарная более вот именно ну не знаю такая вот сахарно-конфетная какая-то знаешь вот именно есть конфетная тема какой-то вот и уходит в конце какой-то вот именно шоколадную кофейную тему то есть играет но при этом в начале самом все таки что-то похожее на бочеку я ощутил то есть не скажу что прямо вот все это было так легкая жесткость она была вначале то есть как бы и потом вот эта жесткость ушла вроде как сладость я сначала только думаю интересно а потом вот она как-то вот сладость и все понравился тебе ну относительно так сказать не скажу что напиток не питки весьма себе можно его пить конечно можно пока не скажу что это виски прямо вот такой вот как бы впечатляет я бы как приятный напиток в принципе можно употреблять а не скажу что это какой-то вот ну смаковать не да вот тоже такого впечатления не сложился на представитель номер три тоже очень мягкий ближе ко второму когда уже проглатываешь вот уже перцем отдает и есть такая знаешь как сказать это какие-то специи кого-то так идут как сказать ну что-то такое даже сложно сказать что специи в специях не особо я знаю только там корицу из ваниль но тут не ваниль а именно что такое травы хмель и сунели да какие-то травы больше травянистая какая-то такая темочка ну и перец вот это то что я перчат маленько до доигрывать на уже теплотой такой ну перец и стопа прогрели каком-то легком нету именно во вкусе я почувствовал не когда на языке когда проглатываешь проглатываешь вот прям заколола такая перчинка пошла на солдовую начинку как это не ощущаешь нет больше именно какие-то травы чуть-чуть отравы есть вообще прям как-то этот расскажи что ты почувствовал напиток как бы до мягкий изначально практически не спиртозен возможно легкое зерно даже здесь какое-то присутствует и при этом какая-то вот именно солодовая тема и она пошла раскрываться в сладкую сторону то есть на вот как бы раскрываться больше я сам в шоке вот у нас с тобой настолько как бы этот разнятся причем перчинка вот если только вот про который ты говоришь ее приравнять могу к тому что потому что он меня потом прогрел еще вот так приятно изнутри вот именно в плане прогрева как-то вот никакая перчинка возможно было греть начал после перца уже то есть перец именно он обжег причем не языка здесь в гортане понравился не понравился знаете так скажу что в принципе то весьма себе неплохо но никаких особых таких вот эмоций тоже не пробудил то есть как бы не скажу что прям вот зашло ну в принципе да весьма такой тоже питки напиток соглашусь вот именно в принципе да можно так сказать этот напиток можно характеризовать в принципе да ну да да вот в принципе да и так господа перейдем к завершению сражения представитель номер четыре вкус нет спиртуозность очень легко проходит как первые два есть уже вот тут уже есть бочка гнильца более такой наверно ступенчатый вкус сладость особо не выпирающая такая но что-то такое сладковато присутствует на послевкусие четкая какая-то вот это ваниль вот так вот ты тоже сказал прямо как апельсиновая прям четко спиртами на послевкусие тоже четко сидит медовую какая-то вот тема тоже есть на послевкусие о вкусе я с тобой согласен бочку ощутил кислинка какая-то интересная была ну кислинка опять-таки какая-то фруктовая какая-то интересная кислинка была потом она как-то вот именно знаешь это было мгновенно то есть не длительно так раз вот эта кислинка ушла в интересную вот эту вот сладость и цедру вот это вот именно сушеная вот ну бывало же такое жевали как наверное все апельсинку да когда она еще свежая такая знаешь практически горькая когда подсохнет у нее еще сладость какая-то появляется то есть она сладковатая становится вот этом вот это вот цедра пошла не скажу что прям ванильный ваниль хотя есть надо чуть на послевкусие на послевкусие вот как раз четко ваниль прослеживается причем я говорю вначале вот я четко еще чувствовал цену послевкусие вот сейчас как уходит вот что-то да куда-то вот сторону ванильная пошло очень интересный да согласен вот этот уже интересно это тоже интересно ну что ж давай расставим приоритеты рейтинг ну здесь знаешь вот здесь все-таки прям вот один представитель мне показалось гораздо интереснее остальных я просто этот пока путаюсь в плане того что в принципе как бы где-то схожи были моменты вот например четвертый с первым мне довольно-таки интересно вот понравились согласен но при этом как бы все-таки мне понравился нам больше четвертый по именно по своей как-то составляющие именно вот как-то вкусная более как-то это интереснее были было вот именно ощутить переходы какие-то ну и знаешь деревяшка здесь такая была приятная мне понравилась она вот именно потому что это ну на мой взгляд это очень весомо для виски когда такая деревяшка не выпирающие имеется скажем так она должна быть когда я абсолютно нет это прям размывает вкус то есть вот он какой-то сладкий да какие-то моменты но вот это вот фишечки какой-то не хватает не чувствуется в общем четвертый представитель мне однозначно все таки я вот решил на первом месте первое я поставлю на второе весьма интересный весьма как бы неплохой на самом деле оказался напиток на третье поставленное все-таки 3 2 2 а эту куда я понесла на 4 2 я задумался так ну теперь я скажем так вот тоже так же первый четвертый прямо не ну впечатлили на эти напитки гораздо ближе мне по предпочтениям и вот но так как в аромате у меня все-таки видел 1 они у меня практически на одном уровне то скорее всего вкусе я поставлю тоже пиво представитель номер 4 1 2 место представитель номер 3 место номер 3 2 но за его водянистость номер 4 вот как-то так в принципе смотрим с тобой первых четвертого карта 6 за ну да мы только их чисто поменяли места на это у меня как бы 4 был и по аромату выше получается первого пониже и все-таки как ты подсознательно об этом еще не думал подсознание то но для это наше это решение однозначно ну давай теперь вот это что-то совсем это супер игра и у меня в принципе приз а я день у меня в принципе есть уже сформировавшиеся мнения кто из них кто давай-то если у тебя есть пока не озвучиваю потому что у меня пока это мнение конкретно нету знаешь одно по ходу у меня было но сейчас как-то размывается в общем ванна я вот это более-менее сошелся смотри первый для меня это fox and dogs и я так думаю 2 для меня это сигарс барл третий для меня наверно хэнки банистер удивительно почему так хотя его в прошлый раз нахваливал ну нет вот это знаешь это интуитивно сейчас больше то есть не рационально абсолютно интуитивно сейчас пытаюсь сделать это на 4 опять кина потому что я хочу в какой-то степени я все-таки думаю что это все наверное эмбаси ну вот фиг знает вот эмбаси и вот это вот хэнки банистер ну блин пусть 4 будет эмбаси окей слегка поменяю первый будет эмбаси клап второй будет сигарс баррел 3 ханки банистер 4 такая вот интрига не мы короче с тобой весь обзор в типы этот во вкусах у нас все различается вот а потом блин да так нельзя люди не боялись а это же понимаете это вот реально на уровне не знаю интуиции осознание ощущения как нисколько не сгор там или так далее интерпретация вкусов мы же как еще раз подчеркиваю не сомелье мы интерпретируем так как нам кажется конечно конечно кто на что гораздо кажется поэтому господа ну вы-то уже все знаете мы узнаем через несколько секунд мы сейчас все вам скажем вот все скажем вот очередной раз очередной раз что творится то вы знаешь вот мы как бы до сам досадного ситуации то что поля вот я бы даже не то что предвзятое мнение да ну просто мы его распробовали данные напитки и вот недавно вот вроде там вот у нас хэнки беннистер было но мне показалось интересно блин но сегодня это вообще какая-то сладкая непонятная водянистая водянистая непонятная штука да то есть ничего особенного в прошлый раз он очень сильно перечный был для меня ну иначе явно выглядел абсолютно иначе выглядел потом причем та же бутылка да да то есть мы просто как бы постояла маленько как бы и вот сегодня снова на обзоре эмбассе да опять-таки не я единожды радовший эмбассе как бы данной ситуации ну тоже наш ничего особенного да интересно по сравнению конечно с беннистром но опять-таки ну блин ну нету прикольного момента такого сказать что прикольно то есть весьма до купитки напиток и все не больше не меньше за 400 рублей ну да да ладно за 400 рублей хорошо за 400 рублей да очень интересно очень по-разному по крайней мере сегодня прошлый раз он даже вы не струк проиграл что интересно ну по крайней мере сегодня он сегодня просто беннистр был ни о чем ну да да сегодня скорее всего беннистр был ни о чем этот в принципе возможно остался точно таким же ну да ну и в прошлый раз принципе он был неплох и сегодня он был неплох я чем могу сказать господа в принципе ну вот если у вас есть 400 рублей ну и вы видите какой-то из этих трех напитков по акции в принципе смело можно брать любой продукт на 400 рублей в этой бутылку в каждой из этих бутылок есть целостно хэнки беннистр на 400 рублей вы не увидите да не увидите просто да и я не знаю я бы не стал есть за деньги которые стоят хэнки беннистр довольно более интересные напитки которые в принципе сейчас зарекомендовали не раз согласен но опять-таки вот для меня опять-таки в очередной раз fox and dogs интересен становится но прошлый раз мне показалось знаешь вот бывает такое это как бойца выводят на ринг да а против него стоит ну как бы не его весовая категория ну вроде бой такой он просто его зафигачил грубо говоря и вот в прошлый раз когда у нас на обзоре было это все дело но макгрегор он до его распробу не казался таким вот как помните с хабибом там макгрегор ну там конечно бой обсуждать не будем но типа он же макгрегор такой выходил а тут fox and dogs его просто вот так вот нафигачил сверху и все и такое ощущение что это вообще не его весовая категория была но однако сегодня этот напиток для меня оказался весьма интересным что удивительно вот да и в принципе вот именно по вкусу fox и сигарс баррел они похожи кстати они вроде как на одном заводе льются интересный московский город краснознамец краснознамец до улица строительная георгиев два напитка с одного завода и они в принципе очень похожи поэтому возможно как бы этот подороже это подешали да ну это акции скажем опять таки цена плюс-минус то не ну похоже на разные уж не будем вводить не людей заблуждение что это я согласен и виды прям вот такой одинаковый да ну они по вкусу и напомнили меня друг друга и межевался из-за этого по аромату разные ну и по вкусу она не нужно ну согласен это можно и то и то ну да вот как-то вот честно говоря это не понятно и эмбоси как бы тоже можно брать я конечно ну что победит но на третьем месте такой да туда-сюда нужно 400 рублей почему нет в принципе как бы если не ну конечно весьма питки напиток очень весьма питки такой напиток да именно вот и причем это как бы все-таки вот если сегодня ханки беннистер мне показалось каким-то не знаю сладким этим ну как наливочка какая-то знаешь вот на стоечку водянистый да не больше не меньше то есть никакой неперченности ничего такого на основу как будто вот у него такая а вот все-таки эмбоси это ну вискарная тема по крайней мере то есть да господа вы сами все видели очень интересно было нам самим не знаю как вам но написать об этом в комментариях и сообщить нам об этом ну да и вообще что выбор может быть наверняка есть ребят который перепробовали то и то и то что выделите вы напишите ваш сугубо личный топ конечно конечно а также подпишитесь поставьте лайк подпишитесь на инстаграм и не забывайте что не бухайте занимайтесь спортом ну конечно не знаю может давай не успели я сейчас все скажу